Но она не так написана здесь. Здесь написано «распускает государственную думу». А принимать решение о распуске – это уже другое. Не так написано, неверно сформулировано. Главное, чтобы ответ был верным. Студенты Самарской области корпят над самым главным документом нашей страны – Конституцией. Своеобразный пробовой квест предполагает перемещение по игровым станциям и ответы на каверзные вопросы. Об участниках игры организаторы позаботились и усложнили уровни. Плюс ко всему мы в этом году проработали свою игру с дополнениями, поправками, за которые мы все голосовали 1 июля 2020 года. То есть ребятам еще нужно будет дополнительно вспомнить, за что они проголосовали и как она правильно выглядела, эта поправка. В этом году интеллектуальную игру «Гражданин» провели в Самарской области уже в шестой раз. Ежегодно участниками правового квеста становятся десятки студентов из разных вузов региона. Основные законы и поправки в Конституцию ребята вспоминают сходу. Игровая форма подачи помогает студентам запомнить материал без зубрежки. Свой последующий опыт ребята с радостью передают подрастающему поколению. Не так давно в Самаре стартовал проект «Школа дела». Мы учим школьников проектировать. И я думаю, что нужно молодежь уже с ранних лет воспитывать, показывать им, что можно делать в этой жизни и как себя реализовать. Я думаю, что это очень интересно. Молодежная игра «Гражданин» направлена на более детальное изучение основных положений Конституции России и избирательного права. Организаторы уверены, подобные кресты живая шпаргалка студентам юридических факультетов на предстоящих экзаменах. Ольга Павлова, Константин Головин. События.